Всем привет! Добро пожаловать в новое парфюмерное видео. Сегодня я вам буду рассказывать про свой новый аромат, купленный вслепую и попавший точно в мое сердце. Итак, это новинка 2024 года, про которую еще мало кто рассказал, потому что появилась она на полочках интернет-магазинов совсем-совсем недавно. Итак, это бренд House of Food и парфюмерная композиция называется Guilty Crush. Вы знаете, это первый аромат от этого бренда, который появился на моих полочках, потому что раньше никакой другой аромат этой марки мне приобретать абсолютно не хотелось. Ну, я не знаю, возможно, вам не говорила моя парфюмерная интуиция, но тут, как только я увидела ароматную пирамиду, которая просто не может не покорить женское сердце, я купилась. Как это говорится, я купилась и вот парфюм у меня. Где можно приобрести? Можете сами посмотреть. Я лично приобретаю в одном из самых проверенных интернет-магазинов парфюмерии и косметики. Это rendezvous.ru. Ссылочку, конечно, я вам на аромат оставлю. Если будете там что-то приобретать, не забывайте экономить и применять промокод, который вы найдете в описании под видео. Ведь промокод суммируется вообще со всеми скидками и акциями на сайте и предоставляет скидку в размере 10% при заказе от 2500 рублей. Тем более на рандеву постоянно же происходят какие-то скидки, акции и распродажи. Итак, все. Давайте посмотрим, что это. Естественно, коробочку я уже распаковала и мало того, что мне не свойственно, я взяла этот аромат с собой на дачу. Ношу его уже второй день и он мне очень-очень-очень нравится. Мне не хочется вылезать из-за этой парфюмерной композиции. Ну что, давайте откроем, откроем, откроем и посмотрим вживую, как выглядит этот флакончик. Флакончик, как всегда, стандартный для этого бренда. С дизайнерским, очень красивым оформлением, таким девчачьим, таким позитивным. Это оформление, конечно же, сразу поднимает настроение. Крышечка флакона представляет собой вот такой вот пьедестальчик и смотрит по ливилизаторам вниз. Вот такая вот красота, да, называют эти флакончики яичками. Итак, чем же это пахнет? Нанесу еще раз его на себя, хотя я уже проверила, что парфюм очень и очень стойкий. И хозяйке на заметку сразу хочу обратить ваше внимание, что здесь вы не услышите никаких амбродревесных аккордов, которые, признаться, и мне уже порядком поднадоели. Здесь очень чистое звучание, которое, кстати, я могу даже некоторым образом сравнить по понятности и приятности с люксом. Вот знаете, самые стартовые ноты, которые сразу раскрываются такой парфюмерной, кремовой вишней, а тут прям так и заявлен аккорд черной вишни, мне напоминает, например, Лапетит Ропнуар от Герлен. Да, есть здесь что-то такое изысканное, герленовское. Здесь, кстати, по моему мнению, на герлен очень похожа нота не только вишни, но и фирменной герленовской ванили. Так называемый ванильный аккорд Герленан, да? По-моему, как-то так. В общем, сам по себе аромат передает очень достоверно запах губной помады. Такой парфюмерно-косметический, очень приятный запах довольно-таки плотной губной помады с запахом вишни. И вот тут вот как раз заявлена именно та лесная земляника. Кстати, когда-то в комментариях меня спрашивали и просили посоветовать самую нонтералистичную лесную землянику, которую можно только представить себе в аромате. Но вот тут тот самый прекрасный запах лесной земляники, правда, в сочетании с вишней и ванилью, передан очень и очень достоверно. И так этот аромат сам по себе абсолютно не свежий. Он теплый, согревающий, обволакивающий, уходово такой вот косметический, невероятно приятный. И еще раз повторюсь, что в раскрытии этой парфюмерной композиции прям сразу угадывается тот самый запах плотной губной помады. И эффекта шампанского, который тоже входит в парфюмерную пирамиду, придает как будто бы визуально шиммер, да, тот самый шиммер, либо блеск, который вы нанесли поверх помады на губы. То есть никакой кислинки, никакой алкогольной ноты вы здесь не услышите, только вот такое вот визуальное впечатление помады, шампанского, ванили, сладкой вишни, не такой натурально звучащей, ликерной, сиропной, как, например, в Tom Ford Lost Cherry. Формула вишни здесь довольно-таки сходная со звучанием вишневого аромата в брендах Guerlain. Я посмотрела, да, действительно, с некоторыми ароматами от Guerlain эту парфюмерную композицию сравнивают, но, например, с La Petite Rope Noir я, наверное, первое сравню, но у каждого свои впечатления, кто уже успел познакомиться с этой замечательной парфюмерной композицией, напишите мне, пожалуйста, свое мнение, куда ее носить. Я думаю, на свидание это будет такой парфюм-претендент number one, потому что он точно понравится абсолютно любому мужчине. Он сладкий, но не переслащенный, в нем есть легкая какая-то свежинка, загадочность, аромат женского ухоженного тела, то есть женской такой вот косметики, женской косметички, наполненной самыми лучшими люксовыми средствами, помадами, пудрами, какими-то изысканными тенями. Некоторые мужчины любят посмотреть, что в женской косметичке, да и порой мы любим похвастаться мужчинам, что у нас там такого есть интересного и красивого, потому что порой косметика оформлена так красиво, например, та же косметика от бренда Guerlain, что не уступает красоте этому флакончику. То есть такое вот прекрасное дополнение нашим женским аксессуарам красоты. А вот такая вот красота. В общем, пудрово-помадный. Искали когда-то помадный аромат, 100% передающий эффект той самой плотно нанесенной помады, да еще шиммером, пожалуйста, с переливающимися частичками, блестящими и дающими эффект хамелеона, то этот аромат точно для вас. Итак, попадание точное в цель. Аромат понравился. Аромат буду носить с огромным удовольствием. Он подойдет и на осень, и на зиму. Летом я его еще не носила, естественно, но посмотрим, как будет в следующем летом. Сейчас стоит довольно-таки теплая погода. За окном вот я сейчас на даче 24 градуса, и аромат нисколько не душит. Еще раз повторюсь, опасаетесь в нишевых парфюмах амбра-деревяшек, ну вот по типу таких, как в Кирке, Эрбопура, да где только сейчас такой аккорд узнаваемый и модный не кладут, тут этого нет. И это огромный плюс к арому аромата, поскольку сейчас это, можно сказать, редкость отсутствия этого самого амбра-дерева. Ну, просто производители смекнули, что многим девушкам и женщинам нравится вот такое неповторимое озвучание, и они стали добавлять амбра-деревесные аккорды буквально в каждый второй аромат. Тут этого нет. Тут понятное, приятное, очень привлекательное, завораживающее внимание. Даже в офис можно этот аромат надеть на себя, например, применив один либо два пшика. Он достаточно шлейфовый, но при этом не кричащий, не орущий. Интеллигентный такой парфюм. Ну вот, я хочу сказать, что стойкость и шлейф у него сопоставимы с герленовскими парфюмами. Что-то такое от этого есть. Но стойкость будет, конечно же, побольше. Например, тот же Лапетитроп Нуар Герлен слетает с меня, ну то есть я перестаю его от себя слышать через 3-4 часа, даже в парфюме. Тут вы будете гарантированно ощущать этот парфюм в течение всего дня. База остается прекрасная. База все та же самая помадная, все та же вишневая, земляничная, ванильная. Не уходит ни в какую неприятную мускусню. Хотя мускус тут заявлен, я абсолютно не чувствую его, потому что наверняка это какая-то новая формула мускуса. Тут заявлен сливочный мускус. Ну да, вот сливочность, нежность, воздушность и кремовость здесь в обязательном порядке ощущается. А вот никакой телесности, плоскости, как это говорится, вы тут точно не найдете. Ищите аромат вкусный, приятный, стойкий и шлейфовый. Обращайте внимание на Guilty Crush. Удачная покупка, удачная новинка, удачная работа парфюмеров. Тестируйте и пишите мне свои впечатления об этом шикарном аромате. А на этом я завершу это видео. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока, всех целую. И до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok